Вы можете подчеркнуть эти слова во время, о котором говорил ему Бог. Говорил ли Бог конкретно о времени, когда родится сын? В самом начале, когда Бог давал Аврааму обетование, что у него родится сын, Бог о времени молчал. Бог только дал обетование, что от тебя произойдет наследник, сын от чрез твоих. Но за год до того, как Сара должна была родить сына, Бог снова пришел к Аврааму и сказал ему, я буду у тебя ровно через год в это же самое время, и у Сары будет сын. И тогда Сара рассмеялась. Вы помните эту ситуацию? Смотрите, что важно. Мы люди, мы видим результат. Нам нравится, когда Бог сдерживает свое слово, и мы помещены в определенное Божье время, когда Бог реально действует в жизни, исполняются его обетования, мы видим их наяву, мы можем ими похвалиться перед другими людьми, мы рады, что Бог сдержал свое слово, что это состоялось в нашей жизни. Как же насчет тех других 25 лет, когда Бог не говорил, когда родится сын? Смотрите, я сейчас объясню. Я сейчас вам объясню, друзья. Здесь что-то очень-очень важное. Важно то, что Бог, когда помещает человека в свое время, определенное Богом, то Бог сопровождает это свое время особым сверхъестественным помазанием. Бог сопровождает свое обетование, которое Он дал, сверхъестественным помазанием, чтобы Бог не обещал тебе или мне, если я нахожусь в Божьем времени, действую в Божьем обетовании, что Бог не обещал, Он мне содействует. Почему важно быть в Божьем времени? Потому что Бог содействует, если я нахожусь в Божьем времени. Он мне содействует. Он выделяет необходимую порцию силы, терпения, мудрости. И это все сопровождает мою жизнь, потому что я нахожусь в Божьем времени. Авраам много лет пытался родить сына, ничего не получалось. Когда же Бог сказал, что это твой год рождения сына, Бог сопроводил это свое обетование именно в этот год сверхъестественной силой. И Библия говорит, что Сара не по времени возраста родила. Когда возраст позволял ей еще иметь детей, она тогда ничего не смогла иметь. Но сейчас Бог сопроводил сверхъестественным помазанием свое время, и у Авраама родился сын. Но я сейчас хочу коснуться того, что мы многие не понимаем времени Божьего посещения. Нам нравится, когда Бог посещает нас таким уже видимым успехом и благословением в жизни, и сбываются Божьи обетования. Но 25 лет жизни Авраама, когда он настойчиво и упорно пробовал иметь ребенка от Сары, для Бога были также временем Божьего посещения в жизни Авраама. Только нам трудно понимать, что это время, определенное Богом. Я вам больше скажу, для Бога эти 25 лет были намного важнее, чем этот год, когда родился сын. Когда мы что-то ждем, а почему? Эй, а почему? Почему для Бога 25 лет были более важными, чем этот год, когда родился сын? Почему для Бога было самым важным то, что для Авраама было самым мучительным, самым тяжелым. Знаете почему? Потому что Богу нужен был не просто отец Исааку. Богу надо было родить отца веры. Ему надо было воспитать в Аврааме веру, а не просто сделать его способным родить сына. Моя мысль непроста. Моя мысль заключается в том, что нам нравится, когда Бог приходит в нашу жизнь с видимым успехом и благословением, но мы не понимаем тех отрезков времени, тех скорбей, страданий, в которые мы помещены. Мы понимаем, что это, наверное, дьявол. Его надо гнать из моей жизни. Представьте себе, чтобы 25 лет Авраам изгонял из Сары дух бесплодия. 25 лет он бы видел, что этот дьявол не дает ему иметь обещанного Богом ребенка. на самом же деле, это было самое ценное время в жизни Авраама, допущенное Богом, потому что Бог воспитывал себе намного больше, чем просто отца, который родит Исаака. Бог воспитывал отца веры для всех народов. Бог хотел сделать из него образец для всех людей и все последующие века, ссылаться на этого человека, как на человека веры, сделать из него пример. Эти 25 лет бесплодия и ожидания были от Бога. Но это очень трудно усмотреть в этом время Божьего посещения. Мы сегодня говорим, узнай время Божьего посещения. Если человек, вот смотрите, как я размышлял, да? Я размышлял. Ведь Бог мог и быстрее дать Аврааму сына. С чем было связано? Давайте зададим вопрос. С чем был связан конкретно видимый ответ от Бога в жизни Авраама? Вас это интересует? Вот если на самом деле нам сейчас удастся раскрыть эту формулу, от чего зависит тот ответ, которого вы ожидаете? Прорыв в бизнесе, устройство в семье, ваши личные проблемы, с которыми вы не можете справиться, долгое время, есть ли конкретный ответ, от чего зависит, когда Бог придет видимым образом в вашу жизнь? Мы мечтаем и ждем, чтобы Бог поменял обстоятельства, которые меня уже замучили, они меня уже достали. Я знаю, что я сейчас говорю конкретное слово от Бога, потому что Бог помещает нас в свое время и добивается своих результатов, в то время, как мы ожидаем своих результатов. Так мой вопрос, я повторяю его третий раз, от чего же зависит, может ли это зависеть от чего-то вообще? Что Божий видимый, обещанный Исаак придет ко мне завтра или через год, зависит ли это от меня? Если да, то от чего конкретно? Так вот смотрите, мы хотим изменить обстоятельства, а Бог хочет за счет этих обстоятельств изменить нас. Я еще раз это повторю. Мы хотим изменить обстоятельства, которые не позволяют прийти Божьим благословением, они нам мешают, эти обстоятельства неприятны, Сара не рождает. Я хочу изменить любой ценой эти обстоятельства, которые меня уже достали. Бог же хочет через эти обстоятельства изменить меня. Мне нужен Исаак, которого Бог обещал, а Богу нужна вера в тебе, Авраам. В день, в который он обнаружит веру, что ты полагаешься на Бога, что ты сломался в собственных способностях мудрости, в этот самый день Бог исполнит свое обетование. Потому что самая главная Божья задача достигла своей цели. Богу удалось из Авраама сделать отца веры. И это сопровождало всех Божьих мужей по Библии. Вы можете это проверить. Мы быстро хотим поменять наши обстоятельства. Мы ждем от Бога перемены в обстоятельствах. А Бог за счет этих обстоятельств ждет перемены внутри нашего сердца. Я все еще остаюсь таким упертым, таким неверующим. Я все еще остаюсь таким твердолобым. Я все еще не прощаю моего врага. Зато я хочу, чтобы Бог поменял мои обстоятельства. Зато я говорю, что Бог, ты обещал мне. Я жду его, когда он придет и исполнит свое обетование. Это так важно. Потому что мы, земные люди, мы мыслим категориями плотскими. Нам нужен сейчас видимый результат. А Богу нужна наша душа. Ему необходимо очистить нашу душу. О праведнике написано, что он приносит плод свой в свое время и во всем, что он не делает, он успеет. Субтитры создавал DimaTorzok